Итак, сегодня хотели бы рассмотреть вообще таблицу Менделеева, поговорить о ней с точки зрения теории Юрия Васильевича Брутаева, с точки зрения жаж-модели строения атомных ядер. Итак, современная таблица Менделеева, всем известная, являющаяся по сути наглядной иллюстрацией закон периодичности Менделеева. Собственно, она по какому принципу составлена? У нас элементы объединяются в группы элементов, соответственно, схожести их химических свойств и являются гомологами. По современной концепции химические свойства элементов определяются количеством электронов на их внешней энергетической оболочке. В основе этого лежат несколько правил, основным из которых является принцип Паули, утверждающий, что у двух электронов в атоме должно отличаться хотя бы одно из четырех квантовых чисел. То есть, всех одинаковых у нас быть не может. Однако, начиная со второго периода таблицы Менделеева, мы можем статистически наблюдать за принципом заполнения электронами энергетических уровней. Принцип Паули никак не объясняет этого и объясняет это правило Хунда. Оно говорит, что сумма спиновых чисел электронов на энергетическом уровне должна быть максимальной. То есть, у нас сначала электроны заполняют орбитали с положительным спином, и только когда все ячейки с положительным спином заняты, электроны начинают заполнять орбитали со спином отрицательным. Но, начиная с четвертого периода, мы видим неоднозначность в порядке заполнения самих электронных подуровней. Как мы видим, в калии электрон идет на 4С под оболочку, и это никак не объясняется ни принципом Паули, ни правилом Хунда, почему он, например, не может пойти на 3D под оболочку. Для объяснения данного явления вводится правило Кличковского, которое говорит о том, что порядок заполнения под оболочек идет в порядке возрастания суммы основного квантового числа и орбитального квантового числа. Причем для одинаковой суммы этих чисел первой будет заполняться под оболочка с наименьшим основным квантовым числом. Таким образом, порядок заполнения под оболочек будет идти следующим образом. Сначала будет заполняться 1С под оболочкой, затем 2С, 2П, 3С, 3П, 4С, и только потом будет заполняться 3D. Однако, существует ряд исключений из правил Кличковского, первый из которых это хром с порядковым номером 24, а второй это медь с порядком номером 29. У ванадия, который предшествует хрому, находится 2 электрона на 4С под оболочкой и 3 электрона на 3D под оболочкой. Однако у хрома происходит так называемый проскок электрона с 4С под оболочкой на 3D под оболочку. Таким образом, у хрома вместо 4 электронов на 3D под оболочкой и 2 электронов на 4С под оболочкой, оказывается 5 электронов на 3D и только 1 на 4С. Аналогичную ситуацию мы видим и у медиа. На основе этих исключений мы можем задаться одним вопросом. Не будет ли таких исключений среди новых открытых элементов, которые открыты были буквально в последнее время, такие как по 112 и по 118? Также хочется отметить, что правила Кличковского и правила Хунда не являются фундаментальными и не следуют из принципа Паули. Поэтому мы не можем судить о их исполнении в стопроцентных ситуациях, так как мы видим исключение из этих правил. Дальше мы хотели бы рассмотреть один из новых открытых сверхтяжелых элементов, в частности Коперницей. Итак, Коперницей. Элемент с порядком номером 112, расположенный в настоящее время в таблице Менделеева под Ртутью, считающийся ее гомологом. Нас интересует ряд опытов, которые проводил над Коперницей химик Юрий Салакович Аганисян в 2006 и 2007 году. Целью опытов было подтвердить гомологию Ртути и Копернице, выявить их общие химические свойства. И Юрий Салакович проводил реакцию взаимодействия Копернице с золотом. Потому что мы знаем, что с золотом у нас вполне активно реагирует Ртуть и с образованием Амальгама Ртути. Собственно, Аганисян пытался заставить Копернице прореагировать с золотом и получить результат. Однако результат опытов, которые он проводил, был несколько не таким, как ожидалось получить. И показал, что свойства Коперницы несколько отличаются от свойств Ртути. И здесь мы хотели бы привести отрывок из лекции Юрия Салаковича, где он сам рассказывает о ходе своих экспериментов и, собственно, результатов. Так, нет колонок, да? То есть не будет слышно. У нас тут не будет. Тогда сейчас. Подождите. В таком случае придется самим тезисно. У нас, значит, в опытах Аганисяна, как было? У нас была золотая поверхность, которая на своем... Поставь просто слайд. Не знаю. То есть на этой слайд не скажешь, что это Аганисян. Вот. У нас была золотая поверхность, которая находилась в разных местах под разными температурами. То есть у нас был... Зачем? Ты не пытайся. Не включай. Она не работает. У нас был такой градиент температур. И вдоль этой золотой поверхности Аганисян пропускал в потоке полной струи гелия ядра разных элементов. И ртуть реагировала с золотом достаточно рано при высоких температурах. Также был пропущен радон, который на всем протяжении золотой поверхности не реагировал с золотом и останавливался в конце при где-то температурах жидкого азота. И был пропущен коперницей, который показал результат, отличающийся от обоих элементов. Значит, реакция начинала происходить где-то посередине градиента температур, ближе к радону, то есть при температурах, которые были ближе к нулю. Верно все говорил? Да. Также были выявлены различия в структурах и взаимодействиях свинца и флировия. Об этом Юрий Салакович тоже говорит. И он задавал такой весьма важный вопрос, что если у нас коперницы не проявляют свойств ртути, то мы говорим о некой неоднозначности в таблице Менделеева, и задает он вопрос, будет ли являться тогда открытый позже элемент под порядком номером 118, названных в честь него, значит, это аганисон, будет ли он тогда вообще инертным газом? И что если нет, это означает конечность периодичности таблицы Менделеева. Собственно, что у нас дальше, не будет соблюдаться закон периодичности, или там уже будут какие-то совсем другие принципы. Вот как бы, если обобщить таковые результаты, ну вот это отрывок из его лекции. Вот. Собственно, тогда возникает вопрос, почему вообще у нас возникла такая неоднозначная таблица Менделеева, и как ее можно объяснить? Ну, собственно, вот для этого для объяснения опытов попробуем взглянуть на химические свойства элементов немного с другой точки зрения, с точки зрения строения ядра FGH-модели, представленной Юрием Васильевичем Буртаевым. По ней любое ядро, любой нуклит состоит из трех составных частей, таких как остов, который состоит из альфа-кластеров, которые в свою очередь являются совокупностью альфа-частиц нейтронного пояса и шапки. В данной работе нас интересует остов. Остов может состоять из альфа-кластера, капа-кластера, кси-кластера, пси-кластера и сигма-кластера, которые состоят в свою очередь из одной, трех, пяти, девяти и тринадцати альфа-частиц. Зетто он говорит. Зетто? Да, это буквы Зетто, но он, не важно как, человек, чертого дюжина. Ну, да. Ну, про кто? Да. Да, давай. Итак, для начала, чтобы ответить на интересующие нас вопросы, мы рассмотрим строение ядер олова и свинца, которые были построены нами, соответственно, ЭВЖАЖ-модели по ее принципам и правилам. Итак, олова и свинец это гомологи, находящиеся в пятых и шестых периодах. Если посмотреть на строение их остовов, можно заметить такую вот интересную систему. Ну, их структура, видно, она как бы схожа по форме. Вера Васильевича в своих работах называют такие структуры бочками. И можно заметить, что свинец это то же самое олово, но где каждый кластер заменен кластером больше на один шаг в нашей таблице. То есть, у нас кластер, состоящий из 9 альфа-частиц, заменяется кластером из 13 альфа-частиц, из 5 на кластер из 9 альфа-частиц, и капа-кластера, он и заменяется альфа-частерами, то есть из 3 альфа-частиц на 5. Таким образом, наш остов ядра как бы растягивается, и при неизменной структуре становится шире, и каждый кластер увеличивается. Теперь рассмотрим других двух гомологов. Это инертные газы, ксенон и радон. Собственно, в таблице Менделеева их порядковые номера отличаются от свинца и олова и свинца соответственно на 4, и это мы как раз здесь видим. Структуры у нас остаются такими же, но в крайних положениях оси симметрии остова у нас добавляются альфа-частицы. Шарки? Да. Это просто отвечает на вопрос какой шарки. Пример шарки. Собственно, опять же, можно заметить, что каждый кластер у нас увеличивается на один порядок и мы получаем растянутый такой вот атом. Не растягиваются у нас только альфа-частицы. Также хочется заметить, что предыдущие две пары находились в пятом, один элемент находился в пятом периоде, а другой находился в шестом. Однако данное правило не перестает действовать и в шестом, и в седьмом периодах. Это можно наглядно посмотреть на строение остров Бария и Радия, которые также являются стопроцентными гомологами, в которых сохраняется то же самое правило, где кластер с девятью альфа-частицами заменяется на кластер с семнадцатью альфа-частицами и кластер с пяти альфа-частицами заменяется на кластер с девятью альфа-частицами. Теперь рассмотрим следующий вопрос. Как должен выглядеть следующий гомолог свинца по теории Буртаева? Теоретически мы должны растянуть нашу бочку еще на один порядок и заменить каждый кластер на больший. Но возникает следующая проблема. У нас кластер, состоящий из 13 альфа-частиц, так называемый ЧДГЛ, это уже максимальный кластер в нашей модели. Составить кластер из большего количества альфа-частиц мы не можем, потому что это получится слишком большая и нестабильная структура, которая в итоге все равно развалится на этот самый ЧДГЛ. Поэтому растягивать нашу бочку мы уже не можем. Тогда, согласно FGH-модели строения ядра, способом получения следующего гомолога является дублирование центрального дзета-кластера. То есть вместо растяжения мы добавляем еще один кластер и, сохраняя структуру, то есть все равно оставляя бочку, получаем большее количество протонов в ядре. Таким образом, следующим гомологом свинца по теории FGH-модели строения ядра должен являться элемент с порядком номер 108, это, собственно, хасий. Так как мы видим очевидное сходство строения острова свинца и строения острова радона, то есть в радоне просто добавляется еще по одной альфа-частиции, аналогичный принцип мы можем применить и к радону, и тогда мы построим новый остров. Присчитав количество протонов в нем, мы получим как раз номер 112, что соответствует Копернице. Именно так можно объяснить и то, почему Копернице проявил свои свойства ближе к радону, все-таки, чем к ртути. Для доказательства и большей убедительности своих выводов мы перейдем в строение острова ртути. Как мы видим, ртуть имеет принципиально другое строение острова, так называемая форма гантели, ну, из очевидного сходства. И, как мы можем видеть, Копернице ближе по форме своего острова будет к радону, чем к ртути, что и обуславливает его близость к химическим свойствам данного элемента. Ну и, собственно, таким образом можно объяснить результаты опытов Аганесяна, проведенных в шестом и седьмом году. Согласно, в конце, в общем, хотели показать таблицу, которую составил... Вы знаете, где он, Копернице, и... 112-й элемент. Как это у Буртаева? Собственно, таблица, которая была построена Юрием Васильевичем Буртаевым еще больше 30 лет назад. Он несколько, согласно своей теории, преобразил таблицу Менделеева. И здесь мы видим уже атомы расставлены, элементы расставлены не согласно количеству электронов на внешнем энергетическом уровне, а согласно схожести строения ядер. То есть химические свойства по Буртаеву зависят от схожести структур ядра элемента. Надо отметить, что уже тогда, достаточно давно, Юрий Васильевич уже расставил на свои места элементы сверхтяжелые, открытые позже. Это примерно с 108 по 118 порядковые номера. Они в то время еще даже не были открыты, но Юрий Васильевич просто знал, как должны строиться ядра по его теории, построил их и выявил их сходство с ядрами уже открытых элементов, расположив их в нужных группах и уже заранее сказал, кто с кем будет являться гамолонами, как бы так сказать. И уже лишь потом они были открыты. И действительно, в некоторых случаях то, что он сказал, подтвердилось. В некоторых же случаях было поставлено элементы в другие места в таблице Менделеева. Но в итоге получилась вот такая вот таблица. То есть оно отличается от того, что сейчас? Да. Как если здесь Коперлинский стоит под Родоном, и Хассий стоит под Свинцом, в отличие от Свинцова? Что-то с видео. Это из-за видео. Долго так не стоит. Как ты сейчас? Да, надо. Нажми Escape. Да. Ты нашел. Можно видеть явное различие между двумя этими таблицами. Также стоит отметить, что в современной таблице Менделеева у нас есть два подвала, в которые объединен целый ряд химических элементов, которые занимают одну ячейку. В таблице Жабартаева такого нет. И у каждого элемента лантаноидов и актиноидов есть свое собственное место. И это разные элементы, имеющие разное строение дра и разные химические свойства. Пожалуй, все, что хотели бы рассказать сегодня. Теперь готовы ответить на вопросы, если у вас возникнет.